Балтийское море Балтийский экономический район Приморское положение определяет особенности хозяйственного комплекса района Отсюда кратчайший и самый дешевый путь в страны Северной и Западной Европы Через морские ворота Прибалтики идет непрерывный обмен грузами с зарубежными странами С каждым годом все интенсивнее развиваются внешние торговые связи Советского Союза И соответственно растет роль прибалтийских портов как центров международной торговли Самая густая в стране сеть железных и шоссейных дорог Связывает прибалтийские порты со многими промышленными районами Советского Союза Выгодное экономико-географическое положение А главное высокая квалификация и трудовые навыки населения Основа сложившегося здесь машиностроительного комплекса Интенсивное развитие машиностроения началось в советское время Оно стало отраслью общесоюзного значения Неметаллоемкое точное и сложное машиностроение Основная специализация района Во всех прибалтийских республиках Выпускают высококачественную электротехнику и радиоаппаратуру Каждый четвертый советский радиоприемник изготовлен в Лате Рижский завод ВЭФ флагман прибалтийского машиностроения Это единственное предприятие у нас в стране Где производят автоматические телефонные станции Высокую производительность труда и качество продукции Обеспечивает широкое внедрение новейшей техники Автоматических поточных линий ЭВМ ВЭФ, как и другие предприятия района Отличает высокий уровень бытового обслуживания трудящихся И как результат, здесь практически отсутствует текучесть кадра На привозном сырье развиваются и некоторые металлоемкие производства В первую очередь транспортное машиностроение Такие микроавтобусы и вагоны для электро- и дизельных поездов Поставляют заводы Латвии Супер-экспресс с электронным управлением Курсирует между Москвой и Ленинградом Он развивает скорость до 200 км в час Природные ресурсы Прибалтики сравнительно невелики В электроэнергетике района используется торф и особенно горючие сланцы По запасам которых Эстонская ССР занимает первое место в стране Ежегодно здесь добывают около 30 миллионов тонн сланцев Сланцы-химическая промышленность имеют общесоюзное значение Переработку горючего камня осуществляет крупнейшее эстонское объединение сланцы-хим Попускающие до 40 видов продукции На горючих сланцах работают эстонская и прибалтийская ГРЭС Но интенсивно развивающееся хозяйство района требует все больше электроэнергии Это вынуждает каждую республику полнее использовать свои ресурсы Так в Латвии построен каскад гидроэлектростанций на реке Таугаве А вот тепловые электростанции Литвы и Калининградской области работают на привозном угле и мазуте Однако в последние годы их все чаще заменяет газ Поступающий по газопроводу из Западной Сибири и с Украины Он и дешевле и меньше загрязняет атмосферу Проблему энергоснабжения поможет решить Игнолинское атомное в Литве Сегодня все электростанции прибалтийских республик Входят в состав единой энергосистемы Северо-Запада СССР В прошлом Прибалтика была богата лесами Поэтому переработка древесины одна из старейших отраслей специализации района Но из-за хищнической вырубки в период фашистской оккупации Лесные массивы сильно поредели Сейчас широко развернулась работа по их восстановлению Большую часть древесины, используемой в производстве Привозят из Северного экономического района Поэтому центры по ее переработке Расположены в крупных железнодорожных узлах Таких как Вильнюс, Долгавпилс, Тарту А также в портах, Таллин, Рига, Калининград Прибалтийские республики занимают видное место по выпуску Качественной бумаги, фанеры, строительных конструкций, мебели, сборных домов Качественной бумаги, фанеры, строительные конструкции, мебели, сборных домов Рыбаки и рыбаки известны как умелые мореходы Рыболовство традиционное занятие населения прибрежных поселков Но основной улов приходится на океанический флот Который базируется в Балтийских портах и в первую очередь в Калининграде и Клайдере Часть рыбы первоначально обрабатывается, замораживается прямо на трауле, работающих в Атлантике А часть на берегу, в портах и рыболовецких колхозах Здесь рыбу солят, коптят, консервируют Полтора века назад в Эстонии была построена первая консервная фабрика И сегодня таллинские кильки, шпроты пользуются большим спросом у нас в стране и на мировом рынке Близость моря ощущается в мягком, влажном климате Прибалтики Казалось бы, такой климат благоприятен для сельского хозяйства Но в то же время избыточное увлажнение, особенно в Эстонии Следы древнего оледенения валуны затрудняют обработку земли Да и сами подзолистые почвы малоплодородны Поэтому проводится комплексная мелиорация земель Эстония поставляет Прибалтийским мелиораторам сельскохозяйственную технику Литва основной поставщик минеральных удобрений В районе широко используются современные приемы агротехники Опытно-селекционные станции обеспечивают посевным материалом специализированные хозяйства Все это во многом определяет будущий урожай Повсеместно выращивают травы, корнеплоды и зерно на корма Большие урожаи дает лен Особенно в Литве, где климат мягче, теплее Естественные пастбища и луга, сочные корма Позволяют разводить высокопродуктивный молочный скот Животноводство главная отрасль сельского хозяйства Основа агропромышленного комплекса Высокий уровень механизации животноводства Отличает Прибалтийские республики Энерговооруженность труда на фермах Превышает общесоюзную в полтора раза И не случайно здесь самые высокие в стране надои молока Только в Прибалтике развито у нас беконное свиноводство Для откорма беконных свиней ученые Латвии предложили белок Его получают из дрожжей, выращенных на молочной сыворотке Благодаря белковой добавке суточный привес молодняка достигает 700-1000 граммов Повсеместно развивается и промышленное птицеводство Важное звено агропромышленного комплекса Переработка сельскохозяйственного сырья На базе животноводства созданы такие отрасли, как молочная, маслобойная, сыродельная Прибалтийские республики не только обеспечивают себя основными продуктами питания Но и вывозят их в другие районы страны Внося тем самым весомый вклад в решение продовольственной программы Лен единственное местное сырье для текстильной промышленности Хлопок и шерсть привозят из Средней Азии и Казахстана Старинная кренгольмская мануфактура в Эстонии Оснащена сегодня самой современной техникой Это ведущие предприятия района, выпускающие хлопчатобумажные ткани Одно из условий успешного развития агропромышленного комплекса Продуманная система подготовки квалифицированных специалистов Не менее важно привлечь молодежь к работе на селе Вместо старых обособленных хуторов строятся новые благоустроенные поселки В Прибалтийских республиках бережно сохраняются национальные традиции Давние занятия населения прибрежных поселков Обработка янтаря Старинные промыслы, обычаи Традиционные народные праздники В них участвуют почти все жители республик Как в маленьких поселках, так и в крупных городах Такова сегодняшняя Прибалтика Один из наиболее экономически развитых районов нашей страны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok